Здравствуйте! Вы смотрите итоги недели на телеканале Карибу в студии с новостями Анна Корнетова. Главные темы этого выпуска. В северном Артеке изолирован отряд. У одного ребенка обнаружен коронавирус. В домах Магадана текут крыши. Очередное затопление квартир произошло на этой неделе. Ассортимент стал больше, а цены ниже. Магазин постоянных распродаж расширяет границы. В детском лагере «Северный Артек» зарегистрирован случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Магаданской области. Девочку с признаками COVID-19 и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь. Пятерых детей изолировали, девятерых родители забрали домой. При заезде в лагерь, согласно требованиям Роспотребнадзора, все сотрудники сделали тесты и прошли вакцинацию. Но на детей, отдыхающих в регионе, эти нормативы не распространяются. Сергей Носов поручил со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех ребят перед лагерем. Расходы возьмет на себя областной бюджет. Маски скорби 25. Мемориал открыли 12 июня 1996 года. Сегодня памятное сооружение находится в аварийном состоянии. В ближайшее время планируют приступить к его реставрации. Уже начали приводить в порядок верхнюю и нижнюю площадки, восстанавливать бетонные конструкции. В памятный день для всей страны к колымчанам и гостям региона обратилась директор музейного комплекса Магадана Вера Смирнова. То, что иногда забываем об этой теме, не даем себе труда, не позволяем себе боль внутреннюю, чтобы узнавать как можно больше об этой истории. Это предостережение потомкам, это слезы и боль тех людей, которые упокоились на этой земле. Поэтому для меня этот день, этот день, когда даешь себе какие-то обеты. И вот, обращаясь к макаданцам, я хотела бы просто попросить сейчас людей о понимании, внимании и помощи. Потому что объект, этот мемориальный комплекс жертвам политических репрессий, маска скорби, он находится сейчас в очень сложном состоянии. На территории объекта сейчас ведется благоустройство. И огромная просьба ко всем макаданцам отнестись к этому с пониманием. Не нужно посещать этот объект сейчас, не нужно кормить животных на этом объекте, не нужно ни в коем случае заезжать туда на автомашинах. Все это создает сложности и даже угрозы вашей собственной жизни. Потому что сама маска скорби, монумент, находится в аварийном состоянии. Следующий проект, деставрация маски скорби, он будет длительным. Как минимум два года мы будем деставрировать маску скорби. Магаданцы часто задают нам вопросы по поводу второй очереди парка «Маяк». Лето началось, а работы в этом общественном пространстве до сих пор не ведутся. Дорогу вдоль него разрыли в прошлом году, позже засыпали, но ездить по ней сейчас проблематично. Когда доделают проезд и благоустроят пустырь возле зоны отдыха, рассказал в программе «Честный разговор» на радио «Карибу-Арт» мэр Магадана Юрий Гришан. Большая очень работа в этом году предстоит в рамках муниципального задания предприятия ГЛУД. Это по улице Приморской. Там, где мы построили парк в первую очередь, действительно там нет тротуаров. Там было разрытие в связи с подключением новостройки на улице Клубной, все перерыто. Мы спрямлять будем улицу, расширять будем улицу. И все это должно быть синхронизировано со второй очередью парка «Маяк». Кстати говоря, парк «Маяк» у нас состоялся контракт, он подписан. И буквально сегодня уже начнутся подготовительные работы. В бухте Нагаева утилизировали старую баржу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Остав заброшенного судна несколько десятков лет пролежал в районе пирса, портив вид акватории. Его было решено убрать. Тему очистки моря от ржавых кораблей поднял еще три года назад губернатор, когда произошел разлив нефтепродуктов, предположительно, из траулера профессор Моисеев. Позже была разработана дорожная карта, в рамках которой сейчас ведутся мероприятия по подъему и удалению судов. В соответствии с ней в этом году вывезут еще три объекта. Работу проводит индивидуальный предприниматель в рамках соглашения с региональным министерством природных ресурсов и экологии. В Магадане наступило лето, пошли дожди, потекли крыши. Складывается впечатление, что для нашего города это уже стандартная ситуация. Совсем не режет слух фраза первые и последние этажи не предлагать. И кажется, все понимают почему. Об очередном водопаде в квартирах наш следующий сюжет. 29-й дом по улице Билибина выглядит довольно-таки ухоженным и привлекательным. Выкрашенные в яркие цвета стены, квартиры с видом на море. Но вся эта красота оказалась только снаружи. А что происходит внутри, нам рассказали жильцы. Шестой этаж, как наказание и горькая участь. Уже много лет в квартирах нет комфорта жильцам ни зимой, ни летом. В холодное время неимоверный холод и куча надетой одежды. В теплое, когда идут дожди, копель с потолка и тазики на полу. Мы купили в 2012 году квартиру. Билибина 29, квартира 18. Это было также зимой. Мы заселились, нам сказали, квартира теплая, все хорошо. Когда мы заселились, вроде нормально. Перебой там с температурой, с батареями, сливали воду, обращались в теплооснабжающую организацию. Они также не реагировали. Говорят, спускайте просто воду. Когда началось лето и весна, началась течь крыша. Когда мы начали у ребенка делать в комнате ремонт, все это начало протекать и где люстра находится в центре у нее, оно потоком начало все лить. Естественно, мы начали своими силами пытались как-то с этим разобраться, потому что когда обратились в управляющую, она также не реагировала ни на что. То есть получается. И вот уже какой год, с 2012 года у нас течет балкон, то есть прихожку заливает, детскую комнату заливает. И с этим никто бороться не хочет. По словам Ольги, с этого же момента стали обращаться в управляющую компанию. Каждый год уйма заявлений только толку ноль. Они говорят, ждите. Мы среагируем, но вы планово. Вы понимаете, что это у всех такая беда? Я говорю, ну значит, что нужно общественность привлечь? Пускай другие дома, другие жильцы обращаются к вам. Может, тогда кто-то начнет реагировать? Я не знаю, может, уже в прокуратуру писать, еще куда-то обращаться. Но уже нет сил бороться с этим. И я сижу здесь, не вылазя из дома, только чтобы следить за этой ситуацией. Я свет не включаю, потому что может где-то коротнуть, и все. И пожар случится, и дом сгорит, а виноват железо будет, потому что я ненадлежащий, получается, как бы выполняю свои обязанности. Вот даже сейчас все льется. Как бы, ну, не знаю, как дальше. Такая же ситуация и у соседей снизу. Дождь по стенам, отваливающиеся обои, ведра и тряпки. Думают писать коллективную жалобу. Буквально неделю назад, что звонит соседка, говорит, вы нас топите. Я быстро бегу домой, звоню дочь, говорит, дочь, приезжай, мы топим соседей. Дочь приезжает, мы заходим, то есть не разваясь, забегаем, давай везде щупать, у нас все сухо. Спускаюсь вниз к соседям. Стучу с дочкой, открывает, ну, вот вы нас топите. Я говорю, вы понимаете, что у нас сухо. Я говорю, это межпанельный свет, течет крыша. И вас будет так же заливать постоянно. Это не моя вина. Сегодня, когда я в полдесятого спустилась к соседке, я говорю, у вас, мы не сильно затопили, потому что я уже пять ведер вылила, собирают воду, я уже не знаю, я везде обращаюсь. Она говорит, да, так и течет. Я говорю, я, наверное, буду привлекать уже СМИ. Она говорит, скорее всего, только так и надо бороться. Говорит, если уже никто не хочет не реагировать, значит, надо обращаться в структуры, которые могут нам, может, помочь хоть как-то. Потому что те структуры, которые ответственны за данную проблему, по словам женщины, просто умывают руки. Обращаюсь какой раз в управляющую компанию, в фонд капремонта. Я уже сегодня дошла до мэрии. Я говорю, понимаете, что, не дай бог, замкнет, говорю, где-то проводка, случится пожар. Вы хотите критической уже ситуации такой, чтобы уже вот просто совсем все было плохо? Они говорят, подождите 9 утра и позвоните в свой любимый город наш. Я говорю, простите, это аварийная, она должна функционировать 24 часа и реагировать в любой момент. А с приходом лета, пока другие магаданцы наслаждаются теплой погодой, жителям этого дома отдыхать не приходится. Им просто некогда. Сейчас дождь прекратился, да, уже практически не капает. А как ночь спать? Сейчас дожди опять пойдут. Ну, чтобы вы понимали, да, как бы берешь и выжимаешь тряпку. Причем это даже не тряпка, полотенце, потому что она справляется с этим. А потом всю ночь с тряпкой в руках, как сегодня. Я всю ночь пять ведер вылила, везде полы протирала. Ну, уже не знаю, куда обращаться. Это уже просто крик помощи. Что человеку нужно сделать, чтобы достучаться до этих управляющих компаний. То есть, ну, не знаю, как дальше бороться. Ну, уже не знаю, куда обращаться. Это уже просто крик помощи. Что человеку нужно сделать, чтобы достучаться до этих управляющих компаний. То есть, ну, не знаю, как дальше бороться. Ну, короче, тут водичка периодически будет набираться. Да папе скажи, пожалуйста. О, или спускайте. Ну, там как больше понравится. На очередной зов все-таки приехали сотрудники управляющей компании. Ответ держал исполняющий обязанности руководителя обслуживающей организации «Любимый город наш». Козырек на администрационной тумбочке. То есть, его когда сделали, он у него там, ну, свалной. То есть, начально, когда заваливали, он свалной, он там не сильно выступает. И, соответственно, вода в саму в шахту попадает. А кто-то делает, что-то там может. Ладно, как вы справедите ситуацию сейчас на данный момент? То есть, вот у него все течет и здесь течет? Только вот вентиляционно варить. По центру дома стоит он вот так стоит. Варить. По этой покровле сейчас погода будет хорошая, сделаем. Хорошо. Вопрос. Если бы не эти дожди, то, наверное, бы сегодня, вчера бы сделали. Но вы понимаете, что на береге на 29 именно в квартире, 18. С 12-го года такая проблема. Почему один раз нельзя сделать аккуратно все это, чтобы не текло по весне? Вот вы говорите, будете делать. Кровля там новая. Хорошо, я согласна. Ну, само полотно. Но вот сейчас мне с квартиры не выйти даже. Потому что, не дай бог, замкнет. Я бы должна привязана к квартире 24 часа в сутки? Почему? Ну, это проблема, как бы, как сказать, погодных условий, что ну, оторвало кровлю зимой. Хорошо. Меня, вот если сейчас вызовут на работу, мне отключать полностью. Меня выбивает рубильник и свет вырубает. Я боюсь включать свет, чтобы не замкнуло. Вместе с представителем и управляющей компанией мы поднялись на чердак и на крышу здания, чтобы лично убедиться в том, как там обстоят дела на самом деле. Первое, что мы увидели – вырванную с петлями дверь. Оказывается, это место облюбовала молодежь, устроив себе здесь комнату отдыха, для которого есть все. Некоторые предметы интерьера, постельное белье и даже свечи. Романтика. От этой компании плотники не раз закрывали вход, вешали замки, но все бесполезно. Подростков это не останавливает. Очередная конструкция, которая нас поразила – самодельное утепление или водоотведение, которое вроде как мастерили сами жильцы. Но, как видно, оно не помогло. Разваливающиеся бетонные плиты, на которых держится крыша – еще одно недоразумение, которого явно не должно быть. Как попадает вода на чердак, нам на пальцах объяснил сотрудник компании. Оказалось, через воздуховод. Сейчас ветра нет, а тут прям такая розовая кровь сильная, он стоит как на высоте. То есть оно все туда заливается? Сюда заливается, да. Там просто не свежели, вот это вот уплотнение, утепление. А, это вот оно как раз под этой... Вот эта вот шерма, это вот шерма, это есть. Вот это утепление, что это? Ну, спроектировали так, что-то переделывали. Качество кровли, на удивление, не вызывает сомнений. На вид она в нормальном состоянии. На стены квартир вода протекает по металлическим листам, которые находятся на краю крыши. Их в ближайшее время обещали закрыть кровельным покрытием. А когда наступит это счастливое для жильцов время, нам рассказали на месте. Что на данный момент мы можем обещать женщине, когда будут выполняться эти работы? Я что-то расскажу. Когда будет наступит? Погодные условия. То есть сколько дней, может быть, должна простоять хорошая погода, чтобы начались работы? Потому что, ну, я не знаю всех этих подробностей, а к тому, что, может быть, там должно пройти две недели, чтобы все высохло, и только потом вы сможете начать. Мы поднимались на кровлю позавчера. Угу. То есть, соответственно, осмотрели ситуацию, там много чего видели. Недочетов там, плиты рушатся. То есть, если завтра солнце, то завтра уже можно будет приступать к кровли? Послезавтра. Послезавтра. Денечек, да, даем. Соответственно, слово, если завтра солнце, какое солнце? Ну, просто плюс 5 солнца или солнце… Завтра плюс 20 обещают. Ну, значит, соответственно, если у нас будет плюс 20, и день простоит, то можно и вечерком будет сделать. То есть я… Мы же, как говорим, просохнет кровля, мы же не говорим «завтра солнце». Ну, да, оно сейчас вот выглянуло солнышко. Вопрос не в солнышке, вопрос просохла кровля. Ждать и верить – это то, что остается сегодня жителям этих мокрых квартир. Ждать, что скоро придут ремонтники и верить, что в Магадане в ближайшие дни будет солнце, как прогнозируют синоптики. Магазин постоянных распродаж расширяет границы. Одна из любимых торговых точек Колымчан объявляет о том, что ассортимент стал еще больше, а цены ниже. Убеличилась и площадь. О том, когда состоится торжественное открытие МПР и какие сюрпризы ждут гостей, расскажет Олеся Хитогорова. Постоянные покупатели магазина помнят, что еще недавно его территория не превышала 200 квадратных метров. Но сейчас сложно себе это даже представить – полторы тысячи, не меньше. И на этой площади без преувеличения есть все для дома, отдыха, ремонта, сада, учебы, занятий с детьми. Перечислять можно бесконечно. Для покупателей всех возрастов 17 товарных направлений – от бытовой химии до мебели, от текстиля и игрушек до галантереи. Первый этаж для всей семьи. Тех, кто любит создавать уют в доме, ждет огромный выбор посуды, моющих средств, полотенец, постельного белья, пледов, интерьерных мелочей. А еще есть все для заботы о красоте и здоровье – игрушки, канцелярские товары, продукты и многое другое. А на втором этаже, как признаются мужчины, которые приходят сюда за покупками, можно провести несколько часов. И пролетят они незаметно, ведь здесь настоящий рай для сильной половины человечества. И все это по очень приятным ценам, ведь главное правило МПР – неизменно. Мы экономим ваши деньги. В нашем магазине представлен огромный выбор товаров, начиная от сверла и заканчивая автомобильными ковриками. Это означает то, что мы можем предложить вам товар в разном направлении. Например, для автомобилей – это авточехлы или пылесосы, а в строительстве – это изобилие инструментов для строительства. Также в нашем магазине присутствует отдел товаров для рыбалки и туризма, где мы можем найти и спиннинги, и спальники, и все, что нужно настоящему мужчине. Конечно, перечислить все товары невозможно, лучше увидеть это своими глазами. А еще один плюс – это то, что у нас магазин самообслуживания. То есть вам не придется стоять в очереди, вам нужно будет взять товар и сразу отнести его на кассе. Причем ассортимент постоянно расширяется. О новинках, акциях и распродажах всегда можно узнать на странице в Инстаграм. А торжественное открытие магазина состоится уже на этих выходных. Всех магаданцев и гостей города приглашают принять участие в праздничном розыгрыше, посвященном этому событию. К 19-го числа и 20-го числа у нас будет проходить праздничное мероприятие. Все желающие могут приобрести товар на 1500 рублей и заполнить купончик. Участвуют все, но главное – нужно присутствовать. 19-го числа с 9 утра до 7 вечера заполняют купончики те, кто бы купить на 1500 рублей. 20-го числа с 10 утра до 6 вечера. В 6 вечера начнется праздничное мероприятие с фуршетом, соответственно, и будут разыгрываться призы. Главный – путевка в Крым. И что немаловажно, место для отдыха выберет сам победитель. Это может быть Евпатория, Алушта или Севастополь – любой населенный пункт. Также участники поборются за 10-й айфон, сертификат на покупки в МПР и множество других призов. Олеся Хитогурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. В этом году комбинат зеленого хозяйства отмечает юбилей. С момента основания организации прошло полвека. А тех, кто работает на благо города, делая его красивым и ухоженным, очередной выпуск проекта «Город делаем мы». Наталья Кузяева трудится в комбинате зеленого хозяйства 16 лет. Говорит, что пришла в учреждение в начале 2000-х, когда найти работу было непросто. Но со временем поняла, что жалеть не о чем, полюбила казаха всем сердцем. Сегодня женщина знает практически все о выращивании цветов. Это ее любимое занятие. Сам процесс, извините, приготовить почву, посадить туда, ну, как говорится, просто засыпать семечко, и из этого что-то потом вырастет, красивое, цветущее. Ну и будем говорить, доставлять удовольствие не только нам, но и городу. На вопрос, какие цветы Наталья любит больше, она отвечает, что все без исключения. Ведь каждый росток нуждается в заботе, а если к нему относиться равнодушно, то он может не прижиться и погибнуть, даже если на первый взгляд все условия располагают к обратному. Особенно обидно, по словам женщины, то, что некоторые горожане не понимают, насколько чувствительны все без исключения растения, и как сложно создавать вот такую красоту. Они топчут клумбы и срывают бутоны. Тот, кто это делает, он ничего не может сделать своими просто руками. Если бы он сделал что-то хорошее сначала для себя, потом будем говорить, ну, для дома, для города, я не думаю, что у него бы поднялась рука или нога это вытоптать, вырвать и тем более, ну, сделать какие-то пакости. Поэтому это просто люди бездарные и никчемные, они не умеют ничего. Вместе с Натальей в Казыхан на благо города трудятся три сотни человек, а летом еще больше. Для того, чтобы успеть осуществить все запланированное на это время, каждый год нанимают порядка 120 сотрудников. Ведь за теплые месяцы нужно выполнить огромную работу, в том числе навести порядок на улицах, облагородить парки и скверы, отремонтировать лестницы и контейнерные площадки. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. Это были главные события этой недели. Еще больше новостей вы найдете в нашем инстаграм-аккаунте карибу.тв и на сайте карибу.фм. Хороших вам выходных. До свидания.